Мир вам, братья и сёстры, христиане! Я говорил вам, братья и сёстры, о том, что некоторые комментарии, которые не отвечены, они ложатся в основу будущих проповедей. И вот один из таких комментариев, следующий, и на основании него, и проповедь. Нужно сначала перевести ко Христу, а Христос научит, а не о платках. Сестра считает, что вопрос о покрывале — это не то, о чём нужно проповедовать проповеднику. А прежде всего, чтобы человек пришёл ко Христу, а Христос уже сам его научит. Понимаете? То есть очень серьёзное, прямо скажу, заблуждение, такие общие фразы. Общие фразы. Это очень свойственного духу харизматии, братья и сёстры, учению, харизматическому учению. Где дары без плодов. Значит, во-первых, хочу сказать, братья и сёстры, что этот канал создан, прежде всего, Духом Божиим, для христиан. Да, если попутно каяться ещё с мира люди, это радует. Но прежде всего, этот канал создан для христиан и особенно евангельских христиан. Чтобы именно для мудрых дев, чтобы мудрые девы могли поправить светильники свои. А те, которые являются кандидатами в мудрые девы, стали мудрыми девами. Ну а часть, конечно, для свидетельства, чтобы не говорили, что они не слышали такого слова, например. В том числе и о покрывале. Поэтому уже этот канал, прежде всего, он создан, и Дух Святой побуждает мне говорить, прежде всего, уже христианам, которые пришли к Христу, которые научены Христом. Это не просто, скажем так, евангелиционный канал. А во-вторых, что значит Христос научит? То есть, я так понимаю, сестра имеет в виду, что Бог лично что-то скажет, объяснит, лично прогорит к человеку. Но верно ли это? Мы понимаем, братья и сёстры, что Бог, Бог горит к человеку, Христос горит к человеку, прежде всего, через написанное Слово Божье. Он горит разным способом. Нельзя отвергать вот этот универсализм Бога, ставить её в определённые рамки. То, что через Слово Божье написано, я то не буду слушать. А то, что, например, откровение мне было, это я буду слушать. Или, как есть некоторые, говорят, то, что через пророчество, я слушать не буду. А то, что сон, буду. Понимаете? И тому подобное. Нужно, Бог горит в своём многообразии. И надо принимать все вот эти его способы, когда Он горит и через написанное Слово, прежде всего, через написанное Слово. Также, когда Он горит через проповедника, когда Он горит через сосудов и дарования духовные, соответственно. И когда Он горит лично вам, или через откровение, или сон вам даёт, соответственно. Поэтому нельзя отбросить три источника и говорить только, что Христос лично тебя научит. А если Господь написал, Он дал Слово Божие, Слово Божие, значит, что, Его можно игнорировать? Значит, этим Он не учит? Конечно же, учит. Мы читаем Слово Божие. «Ибо всякий, кто призовёт имя Господне, спасётся». Но как призывать того, в кого не уверовали? А как веровать в того, о ком не слышали? Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы? Как написано, как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое, но не все послушались благоествования? Ибо Исаия говорит, «Господи, кто поверил слышанным от нас?» Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Здесь отчетливо горит, что Иисус говорит к людям через проповедь, через проповедников. Это один из способов гореть. И, конечно же, прежде всего ещё раз говорю, через написанное Слово Божие, как мы их читаем, «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а не свидетельствует о мне». То есть читайте и исследуйте Слово Божие, и исполняйте его. И в этом голос Божий, и в этом научение Божье, в этом научение Иисуса Христа. То есть Он учит, ещё раз говорю, через написанное Слово Божие. Он учит также через проповедников, «Отвергающий меня, не принимающий Слово Моих, имеет судью себе, Слово, которое горел, оно будет судить его в последний день». Слово, которое горел, то есть Слово, которое легло в основе написанного Слово Божиего, о нём будет судить его в последний день. «Ваш отец дьявол, и вы хотите исполнить похоти отца вашего. Он был человек-убийца, от начала не устоял в истине, ибо нет в нём истины. Когда горит от лож, горит своё, ибо он лжец, и отец лжи». Когда горит своё, когда горите своё, а не то, что горите, как написано, как Слово Божие, как Слово Господне, всякое учение, утверждение, позиция ваша, комментарий ваш, он должен отвечать Духу и букве Писания. А не просто своё мнение. Нет, это нужно сначала привести ко Христу человеку, и Христос сам научит. А то, что ты там проповедуешь, особенно там опокрывали, это неправильно. Это вообще не нужно. Нет, нужно. Нужно, потому что, когда идёт проповедь, в Духе Святом проповедь, то тогда и написанное Слово, плюс ещё дополнительно вот эти идут проповедники, ещё объясняет, как бы усиливает, чтобы это Слово ещё более стало доходчивым к человеку. Это очень нужно. Это от Бога. И о чём он должен учить? Он должен учить, конечно же, прежде всего, к чему побуждает Дух Божий. говорить о вопросе спасения, о вопросе греха, что вот это грех, вот это грех. Не будешь, сестра, носить покрывало, будет ад. Будет ад, потому что, если ты не носишь покрывало, значит, в этом грех непокорности Богу и Слову Божьему, порядку Божьему, власти Божьей, потому что муж и есть глава жене. В этом, значит, гордость грех. Непослушание тоже можно отнести и ко греху идолопоклонства. И также здесь говорится, что если ей не стыдно не покрываться, значит, это бостыдство, это блуд. Блуд, блуд, гордость, идолопоклонство, ад. И об этом не нужно говорить. Дали свободу во многом вина братьев пастырей, просветыри в церкви, что дали такую большую свободу сёстрам, что они уже и учат, они и уже есть и проповедники, и пастыри церкви, и просто непокорные. А мы отчётно читаем Слово Божье. Хочу, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава мужа, Христу глава Бог. Всякий муж, молящийся или пророченствует с покрытой головой и постыжает свою голову. Всякая жена, молящаяся или пророченствует с открытой головой и постыжает свою голову. Ибо это тоже, как если бы она была обритая. Ибо если жена не хочет покрываться, то пусть истрижётся. Если же не стыдно быть остриженной или обритой, пусть покрывается. Итак, муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и Слава Божия, а жена есть слава мужа. Ибо не муж от жены, но жена от мужа. И не муж создан для жены, но жена для мужа. Посему жена и должна иметь на голове свой знак власти над ней для ангелов. И также читаем. Побеждающий наследует все. И буду ему Богом, и он будет мне сыном, боязливый же и неверный, скверных убийц, любодеев и чародеев, идолослужителей и всех лжецов. Учись у озера, горящим огнем и серой, это смель вторая. Блаженны те, которые соблюдают заповеди его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город вородами. А мне псы, чародеи, любодеи, убийцы, идолослужители, всякие любящие, делающие неправду. Блуд, идолослужение. Также мы находим в других местах в Писании. Гордость. Царство Божие не наследуем. Это гиена огненная. Это ад, а потом уже переходит в гиену огненную. И об этом не нужно говорить. А ждать, пока лично будет откровение или сон, или что-то, какое-то понимание для сестры. Нет, братья и сёстры. Нет, конечно же, в Новом Завете Бог больше говорит лично человеку. Много говорит лично человеку. Но не только. Не только должны быть и братья, которые совершают учительское служение, проповедники. Также и сосуды дано, дарование в церкви, чтобы было наставление, чтобы церковь созидалась, росла, укреплялась, духовно прежде всего, в святости росла, забывая о задней, просиралась вперёд. Поэтому не кладите вот это своё мнение, своё мнение, которое не отвечает ни букве Духовы в Писании, что не нужно говорить о платках, нужно только приводить человека к Христу, Христос уже сам научит. Это ложное учение, это заблуждение, смертоносное, я бы даже сказал. Нельзя говорить своё учение, то, что не случилось, буквы Духовы в Писании, ещё раз говорю, Бог говорит, прежде всего, через написанное Слово Божие, которое нужно исследовать, читать, исследовать и исполнять. Также через проповедников и, конечно, через сосов, которые говорят вам, вам, другие. И, конечно, часть говорит, Бог вам лично, но это только четвёртая часть, даже я бы сказал, меньше, чем четвёртая часть, четвёртая из форм. Понимаете? Но действительно, в жизни Бог намного больше говорит через написанное Слово Божие вам. Только иногда вы можете услышать непосредственно уже, например, откровение вам быть, вам лично, или сон и так далее. А больше Иисус вас научает, научает именно через написанное Слово Божие, если вы будете исследовать, читать, исследовать, исполнять. И также очень важно проповедники, чтобы были Божьи проповедники, братья, которые совершат учительское служение, они тоже вам, конечно же, ещё дополнят, ещё лучше разъяснят, ещё лучше вы укрепитесь. И таким образом Бог учит, вот так Бог учит, вот так учит Христос. Даже, я бы сказал так, основная форма Его учительства. И только небольшая часть, где Он учит непосредственно, прямо говорит вам. И надо принимать, ещё говорю, все, все способы Его учительства. И не отвергать. Вот это есть мнение, которое отвечает Духу и Буквы Писания, а не то, что вот этот комментарий. Поэтому бодрости велико и идите точно по Слову Божьему. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин